Это все дискуссионные вопросы. Давайте рассмотрим следующий слайд. Давайте начнем от обратного. Я имею в виду принципы глагола менеджмента микрофрезентования. Они заключаются в том, что добросовестное платит за недобросовестного. Как это понимать? Вы не случайно здесь видите демонстрацию «Бурлаки на Болге», картина Репина, когда вот такая коллективная ответственность за возврат или невозврат, за его происходит. С чем это связано? По нашему опыту мы работали с десятками и десятками заемщиков, которые приходили и рассказывали примерно одну историю. Они говорили, вы знаете, в этом банке я уже брал 7 кредитов и их вернул успешно. Но когда произошли события, 2008 год, они коснулись. В целом у нас экономика, конечно, переживает не самые лучшие времена. Я попросил банк предоставить мне небольшую отсрочку. Менеджеры ответили, что не могут ничего определенного сказать, надо посоветоваться с руководством центрального аппарата. На эти советы уходят целый месяц. Потом, конце концов, я получаю отрицательный ответ. Мне отказано. Я сразу становлюсь должником, потому что на меня налагаются штрафы, галопирующие пеням, которые невозможно вернуть. И еще через три месяца я установил, что, оказывается, все деньги, которые я вносил в кассу или банкомат, ушли на покрытие неких штрафов, на полностных финансовых услуг, которые были записаны на текстах и так далее. Я считаю, что это несправедливо. И поэтому не хочу возвращать кредит в принципе. Вот эта позиция, которая озвучивается многими заемщиками, попавшими в финансовую яму. Только после того, как случится этот инцидент, не самый благоприятный инцидент, они начинают внимательно читать условия договора и сталкиваются с совершенно асимметричными условиями. Дисбаланс происходит в пользу интересам банка, но против, в ущерб интересам самого заемщика. Следующий пункт, который здесь написан, это продажа катар в мешке. Что именно сведу? На момент, когда выдаётся кредит и заем, ряда финансовая капитализация, заемщик не получает всех условий. Если такое действительно имеет место, и если основные условия изложены на сайте, то представьте себе ситуацию, когда уровень графикации заемщика недостаточен, для того, чтобы понять, какие условия ему предлагаются. Для того, чтобы обратиться к тому же сайту и загрузить файлы из интернета. Когда речь идёт о заемщике парикмахере, заемщике водителя газели. То есть мы сталкиваемся с самыми разными слоями населения, которые приходят и говорят, я не понимаю, что такое тарифный план 52. Что это означает по-практике? Давайте разберёмся. И когда мы читаем более внимательно, оказывается, это архивный тарифный план, который на сайте банка уже не существует. Многие банки не способны сделать грамотное управление собственными сайтами, и зачастую они с заемщиком находятся в неопределённых условиях. Банк ссылается на тарифы, которые до заемщика не доведены. Это выясняется только после того, когда заемщик достойчиво направляет запросы. Пожалуйста, предоставьте мне полную информацию о договоре о кредитном договоре. И так постепенно, оказывается, предполагалось молчаливо с интернет-банка, что заемщик совершенно владеет ситуацией. Например, один из банков, я не буду называть, какой именно из соображений этики, потому что мы работаем через вебинар, но я думаю, что этот банк узнает себя по почерпу. Декларирую ставку 29% годового. Что это означает для заемщика? Это означает, как следует из 20-й страницы договора, ставку 29% надо разделить на 12 месяцев, а потом перемножить по фонду из сложных процентов. Условно говоря, мы понимаем, что 2 плюс 2 плюс 2 будет 6, а 2 умноженное 2 умноженное 2 будет 8. Сложные проценты – это всё равно что открытый депозит с рефинансированием в кармане у заемщика. Если бы заемщик знал сразу такие условия, что проценты считаются вот таким хитрым образом, то он бы претрачил воздержаться от кредитования в одном банке, а перейти через дорогу в другой банк и взять необходимое средство на ясно посуде. Конкретно в случае, о котором я рассказываю, речь шла о договоре займа, о кредитном договоре на 300 тысяч рублей, с другой стороны была организация, имеющая банковскую лицензию, сроком на 5 лет. Из-за сложных процентов увеличения поднялось ставки на 4%. Если вы умножите на 4, умножите на 5, умножите на 300 тысяч, получится переплата примерно 60 тысяч рублей. Вот цена вопроса, связанная с неточностями. Это мы называем, условно говоря, продажей кота в мешке. Зающик получает услугу, свойства которой он не представляет себе. Какие это им умеет, будет иметь право и последствия, мы рассмотрим немножко позже. Теперь информирование клиента через замочную скваду. Что этот принцип означает? Это означает, что ряд микрофинансовых организаций и банков предпочитают предоставить выписку по судному счету заемщику таким образом, чтобы были видны операции за очень короткий коронавр времени, например, за один месяц. И, собственно говоря, в этой выписке содержится больше рекламной информации, чем содержательно, для принятия решения. Трудно понять, сколько именно средств было возвращено заемщикам, сколько из этих зачистенных средств направлено непосредственно на погашение кредита, а сколько на возврат процентов, штрафов, пеней. И из выписки короткой, как замочная скважина, узкой, это понять невозможно. Только если заемщик сделает специальный запрос и получит более подробную распечатку.